Приветствую вас! Вы знаете, вот что мне сразу обращается в глаза, как к психологу, да? А я надеюсь, вы понимаете, что обращаетесь вы именно к психологу. То есть это не юридическая консультация, это именно психологическая консультация и психологическая работа. Так вот, у меня возникло такое ощущение, оно очень мощное, что у вас не было отца. Вот у вас с отцом очень, ну либо плохая связь, либо её не было вообще никогда. А вот там это... ваше поведение, оно такое чувствуется, что вы воспитаны мамой и только мамой. Ну, конечно, я могу быть не прав, но мне почему-то кажется, что это именно так. Вот. Значит, что у нас с вами по факту получается? По факту у нас с вами получается история о том, что вы взлитесь на военный команд. Потому что они не хотят вам дать военный билет. А в этой ситуации мне непонятно, что задевает вас, скорее всего. Вот было бы здорово, если бы вы прям освещили на этот вопрос. Что меня задевает больше всего в этой ситуации? Есть люди. Люди делают свою работу, делают её так, как умеют, делают её так, как могут и так далее. Это не хорошо и не плохо. Они просто её так делают. Если вас это задевает, если вы считаете, что в кармии вы непригодны, хорошо. Но в таком случае, если вы считаете, что в кармии вы непригодны, то вам нужно это доказать. Для этого необходимо получить военный билет. А чтобы получить военный билет, нужно пройти определённые процедуры. И вот, собственно, и всё. Вот, собственно, и всё. Смотрите в сторону получения военного билета. Тогда не придётся никакие комиссии проходить. Ничего, у вас уже будет военный билет, и вы не будете сталкиваться с этими проблемами, с которыми сталкиваетесь сейчас. Но вопрос заключается в другом. Готовы ли вы к этому? Понимаете, у меня нет такого ощущения, что вы реально готовы к тому, чтобы полностью избавиться от, например, того же венкомата. Потому что это даёт вам определённую выгоду. Иначе бы вы уже давным-давно сделали бы себе военный билет, ибо организаций, которые этим занимаются очень много. И проблем бы у вас не было. Но по какой-то причине, вы всё равно продолжаете. Снова и снова проходить через определённый негатив. Такое впечатление, что он вам нужен для того, чтобы подтвердить свою, ну, подтвердить какую-то свою, например, мировоззренческую позицию. Если угодно. Вот. Опять же, я здесь не утверждаю на 100%, что это так. Ну, тем не менее, тем не менее. Иными словами, иными словами, мучаетесь, да, вы только в силу своих действий. Мучаетесь вы, иными словами, только потому, что вот так, таким образом, вы организовали, значит, процесс и взаимодействие с представителями военкомата. Вот и всё. И как только вы поменяете данный подход, как только вы станете вести себя по-другому, то я думаю, что и ситуация вся в целом тоже станет для вас. Другой, она станет для вас более лёгкой, более понятной. Вот. Почему-то вы прикладываете здесь ответственность, значит, ну, себя на других людей. Вот. То есть, например, на тот же военкоманд, который почему-то должен вас понять, принять и так далее. Я понимаю, что у вас может быть, ээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Но военкомату не выгодно это, и он будет делать все, чтобы вас получить. У всех свои задачи, понимаете, взрослая жизнь, действительно взрослая жизнь, да, состоит в том, чтобы четко отграничивать свою ответственность от ответственности других людей и не перекладывать ответственность за себя, да, на других. Это ваша задача, доказать военкомату, что вы непригодны. Их задача получить определенный, ну, кворум, определенный набор военнослужащих. Понимаете, то есть у всех свои задачи. Вот это взрослая жизнь, это взрослый подход. У вас же подход, вы правы, несколько детских, а вы считаете, что кто-то, кто-то должен сделать за вам. Вы можете так считать, то есть в этом, вот в самом последнее, да, в этом ничего плохого нет, но снова и снова и снова вам будут говорить, что это не так, и что за вас никто ничего делать не будет. Дальше, значит, так. Сегодня, так, мне записали, так, так, бацанин, и скоро военкомат, это не школа, ведь это 15 повесток на одно и то же, гротная жизнь уже началась. Да, гротная жизнь уже началась, вы правы, она началась с так пор, как вас стало на 15 лет. Ну, я так думаю, что она началась ещё раньше, но тем не менее, в детской же такое явно не будет до 18, да, в детской сцене, а вот, а тут с тупависток. Нет, разве после одного-трёх присутствия на медкомитии нельзя определить, что они будут? Нет, нельзя. Нет, нельзя. Ну, кто-то может справиться, может, в 17. раз. Ну, и весь у вас такая вот классическая, классическая, я бы сказал, профессионка, да, что надо мучить людей. Ещё раз повторю, это не мучение людей, это выполнение работы. Если люди не будут выполнять свою работу, то они, к сожалению, получат наказание, а никто наказание получать не хочет. Все, вы поймите, все держатся за свою работу. Это нормально. Поэтому ещё раз повторю, не прикладывайте ответственность на других людей. Вот. И если у вас есть, ну, какие-то вот чувства, да, ну, негативные, то есть вызываются негативные эмоции у вас, то с этим уже можно и нужно работать. То есть с негативными чувствами, с эмоциями можно работать, да. То есть можно работать с обидами, с стрессом, вот, со стрессом, что он у вас сидит. Но это особенность вашего восприятия. Понимаете? То есть стрессовать, да, стрессовать, переживать можно, но на самом деле очень много, долго, а только вот, какой в этом, смысл. Хуже вы делаете только самому себе, по большому счёту. Вот. Поэтому определяйтесь с целями, определяйтесь тем, что вы хотите, да, например. Ходить, чтобы вас там не дёргали, и каждый раз выникал на сад, допустим. Хорошо. В таком случае надо подумать, что для этого нужно сделать. Ведь проблемы со здоровьем далеко не только у вас. И проблемы есть у многих людей, это нормально. И вот, момент и момент заключается в том, что вы, конкретно вы, готовы сделать для того, чтобы эта проблема вас больше не беспокоила. Вот. Ещё раз повторяю. Такие стрессы есть, такие, значит, организации есть, которые занимаются именно представлением людей военного билета. Вы можете это сделать через организацию, вы можете это сделать либо через частные медицинские учреждения. В общем, вариантов, вариантов много. На этом вопросе вам, конечно, лучше всего будет обратиться, по этому вопросу вам лучше всего будет обратиться, конечно, к юристам, что это не совсем психологическая тема. Вот. Ну и, собственно, ваш вопрос, он не совсем, у меня совсем понятен, да? Вы задаёте этот вопрос к кому-кому. То есть вы задаёте свой вопрос психологам, или вы задаёте свой вопрос к юристам. Вот. Психологи работают только со стрессом. Вот. Только с чувствами, с эмоциями, с противоречием, которые есть у человека. Да, мы не меняем. Мы не можем изменить, э… pakai что-ить, как бы, схема работы военных комаров. Да, допустим. Но мы можем применять ваше отношение к этому, если вы захотите, если вы позволите. Вот. Но этого нельзя сделать, к сожалению, в рамках ответа на вопрос, то есть в рамках ответа на вопрос, да, вам не помочь именно с этим справиться, как не помочь в контексте вашей мамы. Тут я хочу сказать, что вам, уже вот, это я вроде бы понял. И придём здесь к маме. Какое вообще отношение имеет мама? К вам. Она мама, она не изменится, она всегда будет вот такой, и это нормально. Вам нужно, нужно думать о себе, нужно думать о других, вам нужно думать о маме, вам нельзя позволять своей маме влиять на вас. Вот. То есть нужно опять же отграничить, да, отграничить опять ответство. За что отвечаете вы, за что отвечает она, вот чего хотите вы, чего хочет она. И всё. Да, это сложно, потому что придётся говорить нет. Да, это сложно, потому что мама будет реагировать на это, скорее всего, болезненно. Но, тот ваш путь, по которому вы идёте сейчас, тот ваш путь, по которому вы идёте сейчас, он, этот путь, на мой взгляд, ну, куда более негативен и куда более деструктивен для вас, чем тот, например, что предлагаю я. А там хотя бы у вас будет своя энергия, там хотя бы у вас будет перспектива, и там вы сможете самостоятельно отвечать за себя. Тут вам не придётся, и вам не нужно будет отвечать за других людей. Вот. И я думаю, что это одно из самых главных, один из самых главных плюсов того, о чём я говорю. Но это, это работа. Что тут вам, этому, этому вам нужно учиться. Вот. Понимаете? То есть, если вы хотите, да, если вы хотите, то мы поможем. Ну, а если нет, да, если вы не хотите, например, или если у вас есть, ну, другие какие-то свои соображения, то в таком случае это, опять же, вам решат. Но я думаю, что если бы ваша позиция, позиция, она была бы эффективна, да, то вы бы не обратились бы в канал. Вот. Вот так. Вот так. Я думаю, можно ответить вам на ваш вопрос. На этом всё. Ещё раз повторяю, что не совсем понятен запрос к психологу, да, что, то есть, что вы конкретно хотите, вот. Это просто, вот, что необходимо, что вы рекомендуете в этой очень сложной ситуации. Э-э-э, непонятно, в чем сложность этой ситуации для вас. Так, вот, это не сложная ситуация, эта ситуация, в принципе, вполне, вполне обычная. Вот. Вполне обычная. Я не хочу сказать, что это вообще, э-э, брилёвое. Э-э-э-э-э-э-э, насчет, э-э-э ситуации. Вон. Но тем не менее, ничего здесь такого сверх страшного нет, но то, что вы считаете эту ситуацию сложной, что-то вы считаете эту ситуацию сложной, это может быть по сути своей психологической проблемой. Которой вам нужно работать с психологом и разрешить эту сложность, чтобы проблема сложной вам не казалась. И после того, как вы это сделаете, после того, как вы разрешите эту сложность, вам будет легче решить и саму проблему. На этом всё. Я надеюсь, что мой ответ вам помог. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Продолжение следует...